МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду 29 августа. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. Жизнь в руинах. Две семьи в поселке Актау живут в заброшенном доме без каких-либо коммуникаций. Женщины, пытающиеся прокормить свои семьи, не могут позволить себе покупку нового жилья. Около ста полицейских награждены во время торжественного мероприятия в честь Дня Конституции Республики Казахстан. В Департаменте внутренних дел провели торжественное собрание, посвященное предстоящему празднику. Казахстанские просторы и немецкие технологии. В Асакаровском районе выпускают до 20 тонн сухого порошка из кобыльевого молока. Жизнь в руинах. Две семьи в поселке Актау живут в заброшенном доме без каких-либо коммуникаций. Женщины, пытающиеся прокормить свои семьи, не могут позволить себе приобрести новое жилье. Их терпение иссякло, когда из строя вышла печка-буржуйка – единственный источник тепла. В таких условиях Бахат Кушербаева и ее семья живут уже много лет. Купленная женщиной 10 лет назад квартира находится в заброшенном доме номер 51 в 8-м микрорайоне поселка Актау. По словам Бахат, жить в пустом доме, где по ночам собираются бомжи, очень страшно. Однако купить новое жилье женщина не в силах. «Было бы здоровье, хоть чтобы работать. Я не могу работать. У меня спасательное здоровье. Операцию перенесла на позвоночник. Все пороги побивали. Никто ничего не помогает. Банки не дают кредиты. 500 только от силы народный банк дает. Но на 500 тенге я, что возьму я?» Такую же судьбу разделяет Роза Айжолова. Она живет в соседнем подъезде вместе с дочерью и внуком. Больше всего женщины боятся за здоровье малыша. Условия попросту непригодны для жизни. «Где-то раз в неделю только мылся он, потому что я его не могла мыть. Воды приносили. Вода, если на пол ставишь, она замерзала. Вода у нас наверху на полках стояла, чтобы вода не замерзала. Ребенок всю диму, он уже в год ходить начал. В январе был годик, он ходить начал. Но до весны он не ходил, потому что около буржуйки стояла кровать детская. И он до весны в этой кровати сидел. Мы его просто на пол не отпускали, полы были ледяные». В опустевшей многоэтажке нет никаких благ. Зимой жильцы топят печь буржуйку, а воду берут из протекающей трубы в подвале. При этом женщины заявляют, что оплачивают коммунальные услуги исправно. «Мы платим за вывоз мусора. Акимат буквально две недели назад увез мусорки. Мусорка была. Мы это платили, это мусор выкидывали. Акимат увез мусорку. Сказали двое жильцов. Мусорка не нужна. Но мы платим. Все счета у нас есть. Платим за канализацию, платим за воду. Все счета у нас оплаченные. Но воды нету, канализация не работает». Местные власти признали, что о проблеме двух семей знают, но подчеркивают, что помощь женщинам будет оказана, если те приведут в порядок документы на жилье. «Проблема в чем? Эти две семьи, они не имеют документов на данное жилье. То есть, по сути, как бы самозаселенцы. В этой связи, конечно, осложняется ситуация в помощи для них. Одна женщина, она говорит, что у нее якобы она может оформить документы. Если она сможет оформить документы на квартиру, то тоже так же через жилищную комиссию мы попробуем ей помочь предоставить жилье в другом доме». По словам чиновников, дом номер 51 опустел еще в 90-х. Люди побросали свои квартиры из-за поломки котла отопления. Судьба нынешних жильцов остается неизвестной. Переселить людей в другой дом невозможно без надлежащих документов. Тухжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде продолжается благотворительная акция «Дорога в школу». Ежегодно в рамках акции оказывается поддержка детям из социально уязвимых слоев населения. В средней школе номер 83 собрались депутаты, районные акимы и банкиры, чтобы сделать подарки школьникам. Подготовить ребенка к школе, купить все необходимое – дело весьма затратное. Особенно тяжело приходится семьям, где воспитываются сразу несколько детей, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В школе номер 83 имени Габидена Мустафина обучается 48 детей из неполных и многодетных семей. На прошлой неделе все они получили помощь в виде канцелярских товаров и школьной формы. Сегодня была оказана помощь еще 23 школьникам. В знак благодарности они организовали небольшой концерт. В нашей школе обучаются 1188 учеников. По официальным документам из них 48 детей из социально уязвимых слоев населения. А по неофициальным данным 23 ученика также нуждаются в помощи. Мы старались охватить всех. В этом году спонсором акции является наш выпускник. Также активное участие принял Народный банк. В акции приняли участие родители других учеников. Но они предпочитают не афишировать свои имена. С каждым годом увеличивается количество участников акции. Среди них есть депутаты, предприниматели, государственные служащие, а также работники бюджетных организаций. На этот раз в благом деле активно приняли участие банкиры. В рамках проекта «95 добрых дел» сотрудники банка поздравили 95 первоклашек из пяти школ города Караганды. В этом году Народному банку исполняется 95 лет. И поэтому в рамках этого юбилея мы проводим акции «95 добрых дел» на протяжении всего года. И вот в этом месяце, в сентябре, мы чествуем наших первоклашек. 95 школьников нашей Караганды будут вручены подарки. Это школьные ранцы и набор первоклассников, которые включают все, начиная с клеек, бумаги, книжки. В рамках акции организована бесперебойная работа горячих линий и телефонов доверия для оперативного реагирования на обращения граждан. Администрация среднеобразовательной школы номер 83 остались благодарными всем, кто принял активное участие за доброту и милосердие. Акция «Дорога в школу» продлится до 30 сентября. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Около ста полицейских награждены во время торжественного мероприятия в честь Дня Конституции Республики Казахстан. Были отмечены профессиональные качества сотрудников подразделения ДВД и их достижения в нелегкой службе. Карагандинские полицейские всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью, обеспечивая законные права и интересы граждан. От результатов выполнения возложенных на полицию задач в немалой степени зависит развитие общества, дальнейшее становление Казахстана. Это в своей приветственной речи отметил первый заместитель начальника ДВД полковник полиции Ерлан Омарбеков. Перед нами, сотрудниками правоохранительных органов, стоит главная задача обеспечения высокого уровня правовой защищенности граждан. Не менее актуальной задачей является борьба с коррупцией и нарушением законности среди личного состава органов внутренних дел. На сегодняшний день в решении данного опроса мы занимаем жесткую наступательную позицию. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие граждан нашей страны и быть настоящим патриотом независимого Казахстана. В ходе торжественного мероприятия за достижение высоких результатов служебной деятельности добросовестную и безупречную службу, личную дисциплинированность около ста офицеров и сержантов были награждены грамотами и благодарственными письмами. Нагрудного знака отличник органов внутренних дел второй степени удостойны семь сотрудников. Среди них старший инспектор ювенальной полиции Октябрьского отдела полиции Алия Джанбекова. На протяжении уже 15 лет я работаю с детьми, с профилактикой подростковой преступности. Я очень люблю свою работу. Очень приятно, когда проходят года, десятилетия, подходят взрослые дети, у которых уже есть свои дети. Говорят, вот это я, здравствуйте. Вы мне помните, когда-то я был у вас в кабинете. Вы со мной разговаривали, вы провели какую-то беседу, работу. Благодаря вам, благодаря вашей работе я исправился. Вот моя супруга, вот мои дети. Большое вам спасибо. Это очень приятно видеть и смотреть. Завершилось торжественное мероприятие концертом, подготовленным силами сотрудников полиции. Концертная программа завершилась авторской песней руководителя культурного центра ДВД Айжамал Айджановой. Слова написал инспектор ювенальной полиции юго-восточного отдела Куаныш Медиубаев. Андрей Теншал, Карл Тымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы готовятся отпраздновать День Конституции. В западной части Центрального парка культуры и отдыха будет организована масштабная концертная программа. Празднование Дня Конституции начнется в 11 часов 30 августа. Горожан поздравит руководство города и области. Далее жители и гости города смогут насладиться выступлениями талантливых исполнителей, в числе которых Куанды Крахым, Адам и многие другие. Программу продолжат ансамбль «Мерей и Аку» концертного объединения имени Кали Байжанова. В 17 часов после трехчасового перерыва карагандинцы в Центральном парке будут ожидать фестиваль «Куймикс». Праздничная программа пролится до 21.00. На вечернем концерте радовать горожан будет «Лайвсбенд Мозаик». Казахстанские просторы и немецкие технологии. В Асакаровском районе выпускают до 20 тонн в год сухого порошка из кобыльевого молока. Наша съемочная группа посетила завод и знакомилась производством сублимированного от сухого молока торговой марки «Саумал». Мало кто знает, что в Асакаровском районе расположена точная копия немецкого завода, где производят сухое кобылье молоко. Ценный порошок изготавливается посредством вакуумной сушки на специальной установке. Это позволяет сохранить полезные качества свеженадоиного молока. Кобылье молоко издревле известно как кладезь полезных свойств. Специалисты утверждают, что и в сухом виде оно благоприятно воздействует на организм человека. В настоящее время спрос на уникальный продукт очень высок. Производственная мощность завода – 20 тонн сухого молока в год. Мы изготавливаем 20 тонн сухого кобыльевого молока в год. В планах увеличить производство до 40 тонн. Вполне возможно, что этот показатель будет достигнут уже в следующем году. У нас есть все для этого. На заводе установлено новейшее немецкое оборудование, которое отмечает высоким стандартом качества. На сегодняшний день Евразия Инвест поставляет полезное сухое кобылье молоко под торговой маркой «Саумал» на полке супермаркетов и аптек. Для употребления порошок достаточно развести в теплой воде. После дойки молоко пастеризуется, сушится, а затем упаковывается. Поэтому храниться такой продукт может достаточно долго. Эта продукция уникальна тем, что это идет кобыле молоко именно парное. То есть это не кумыс. Именно парное молоко кобыле под немецкой технологией, методом сублимации. Это метод холодной сушки. Его высушивают при низкой температуре, что позволяет и свойствия ему сохранить, и при этом хранится он намного дольше. То есть до года у него сработанности. В отличие от парного кобыльного молока, которое нужно успеть выпить в первые три часа. Примечательно, что сухое кобылье молоко используется не только в лечении различных заболеваний, но и при уходе за кожей и волосами. Оно полезно и для малышей. Исследования показали, что кобылье молоко максимально приближено к материнскому, побелковому, минеральному и витаминному составам. Одним словом, кобылье молоко – находка для тех, кто заботится о красоте и здоровье своего тела. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде подвели итоги международного соревнования «Золотая сова-2018». Лучшие снайперы из 12 стран мира удостоились кубков и почетных грамот. Торжественная церемония награждения прошла в учебном центре «Спаск». В течение пяти дней на базе учебного центра «Спаск» снайперы из 12 стран мира боролись между собой за право называться лучшим в стрельбе, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности. Масштабные соревнования стали площадкой для демонстрации профессионализма снайперов и укрепления дружеских отношений между странами-участницами. Уважаемые гости, уважаемые господа генералы и офицеры, участники соревнований. Сегодня мы чествуем участников и победителей международного соревнования снайперских пар специального назначения «Алтеновко-2018». Пять насыщенных и напряженных дней лучшие снайперские пары специального назначения из 12 стран мира не просто демонстрировали блестящие навыки военного искусства, но и показали пример истинной воинской солидарности. В тройку лидеров вошли Казахстан, Беларусь и Китай, как и предполагали судьи в начале соревнований. На третьем месте расположился Китай, второе место досталось Беларуси. А лучшими в командном зачете, как и в прошлом году, стали наши соотечественники. И наконец-то первое место. Республика Казахстан. Старший лейтенант Шлотгауэр и сержант третьего класса Абельдинов. Снайперская пара номер один, войсковой части 22750. В первом месте Республика Казахстан, первый лейтенант Шлотгауэр и сержант третьего класса Абельдинов. Напомним, десятые соревнования снайперских пар «Алтен-Экэ» стартовали 20 августа. За звание лучших боролись 26 команд из 12 стран мира. В качестве наблюдателей выступили представители Южной Кореи, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Далее о спорте. Карагандинский хоккейный клуб «Сара-Арка» принимает участие в предсезонном турнире, посвященном памяти Шилова. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. 28 августа наши хоккеисты встретились хозяевами площадки питерским клубом «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу белоголубых. Традиционный предсезонный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Валерия Шилова, стартовал в воскресенье 26 августа в Санкт-Петербурге. В нынешнем году соревнования проходят в третий раз. В них принимают участие 6 команд. Две из них представляют Казахстан. Это Усть-Каменогорская торпеда и Карагандинская сарарка. Свой третий матч в турнире карагандинцы играли против хозяев площадки питерского «Динамо». В первом периоде счет так и не был открыт. Второй период также не порадовал болельщиков голами. Все решилось в заключительной 20-ти минутке. В третьем периоде карагандинцы добавили в движение и создали больше опасностей для соперника, чем за предыдущие два игровых отрезка. Это принесло результат. Счет открыли хоккеисты Сарарки. Шайбу забросил Марак Тыврдонь. На последних минутах матча динамовцы сумели таки забросить в ворота карагандинцев сразу две шайбы. Итог встречи 2-1 в пользу питерского клуба. Игра была равная. У нас вчера была очень тяжелая игра против хорошей команды. Оставление времени, конечно, было короткое. Но, в принципе, это хороший хоккей сегодня. Но, я думаю, что ребята, не все, но чуть-чуть устало. Из шести команд Сарарка находится на втором месте турнирной таблицы. 29 августа карагандинские хоккеисты встретятся с новокузнецким металлургом, а 30-го – с ханты-мансийским клубом Югра. Регулярный чемпионат стартует 6 сентября. Уже через неделю на своем льду Сарарка скрестит клюшки с соотечественниками – хоккейным клубом «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на 1-м Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!